Крещение Господня В Березовской районной больнице началась долгожданная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Первая партия препарата поступила уже 9 января в количестве 200 доз. Такая вакцина бережно транспортируется и хранится в специальном холодильнике при температуре минус 18 градусов. После размораживания прививку необходимо сделать в течение 30 минут, иначе она приходит в негодность. Одной такой ампулы хватает, чтобы привить сразу 5 человек. В первую очередь это декретированная группа, это медицинские учреждения, образовательные учреждения, учреждения социальной помощи и МФЦ, многофункциональные центры. Эти работники в первую очередь подлежат вакцинации. Комбинированную вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК можно ставить взрослым людям от 18 до 60 лет. Вакцина вводится двухкратно в плечо или бедро. Перерыв между первой и второй вакцинацией должен составлять не менее 2-3 недель. Отметим, что вакцинация проводится на добровольной основе и бесплатно. Вообще вакцинация у нас в России всегда бесплатная, поэтому пусть не волнуется платить за что не надо. Все будет сделано бесплатно и вакцина считаем, что качественная. На сегодняшний день в Березово привито уже 145 человек. Для того, чтобы пройти вакцинацию, достаточно позвонить по номеру телефона, указанному на официальном сайте Березовской районной больницы, и записаться на прием. Яна Бурим, Никита Мамонов, АТВ Березово. С 1 января 2021 года прямые выплаты через Фонд социального страхования стали обязательными во всех субъектах России. Среди регионов, которые вступили в проект, стал и Ханты-Мансийский автономный округ. С 1 января в Югре поменялся порядок выплаты пособий Фонда социального страхования. Пособия по временной нетрудоспособности, в том числе при наступлении несчастного случая, пособия по беременности родом, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременная выплата при рождении ребенка теперь непосредственно будет перечисляться Фондом социального страхования. Для работников изменений практически нет. Как и прежде, при трудоустройстве следует предоставить о себе сведения, необходимые для выплат в электронном или бумажном формате. А вот при наступлении страхового случая в течение пяти дней работодатель будет обязан предоставить самостоятельно эти сведения ФСС. И в 10-дневный срок фонд перечислит деньги напрямую застрахованным лицам на банковскую карту, счет или почтовым переводом. А вот детские по уходу за ребенком до полутора лет будут перечисляться только на карту МИР. Яна Бурим, Никита Мамонов, АТВ «Березово». С 13 на 14 января Россия отмечает великий церковный праздник – обрезание Господня. По прошествии восьми дней после Рождества Христова, которое произошло в Ивлеемской пещере, Святая Мария и ее обрученник Иосиф пришли в Иерусалимский храм с младенцем. Они должны были исполнить обязательный иудейский обряд – обрезание крайней плоти. Дорогие братья и сестры, еще раз бы хотелось вас поздравить с предстоящим праздником, который у нас произойдет с 13 на 14 число. Это обрезание Господне. Все мы знаем, что в тот период, когда Господь Бог был на земле, по давней традиции, по Ветхому Завету, образованному между Господом и Авраамом, каждый из младенцев в восьмидневном своем пребывании на земле должен был обрезаться в честь Ветхого Завета, заключенного между Богом и Авраамом. По закону при обрезании младенец получил имя Иисус, в переводе с еврейского – спаситель. После этого ритуала младенец стал официально считаться полноценным потомком Авраама и получил право быть настоящим мессией для соплеменников и наставлять их. В церкви этот праздник стал называться «Обрезание по плоти Господа Иисуса Христа». В этот день прославляется и наречение чудодейственного имени. Хотелось бы еще раз вас всех поздравить с праздником, пожелать Божьей благодати, Божьей крепости. И обязательно не забывайте о том, что с 18 на 19 число у нас будет освящение водички на крещение в храме нашем. Всех вас будем рады видеть, ангела-хранителя и Божьей помощи. Яна Бурим, Роман Тягунов, АТВ Березово. В Березовском районе, как и по всей Югре, праздник Рождества Христова в этом году из-за пандемии COVID-19 прошел по-особенному. Беспышных торжеств и массовых мероприятий. Большинство верующих остались дома и смотрели трансляцию богослужения по телевизору. Но несмотря на это, ханты-мансийский и сургутский митрополит Павел поздравил жителей района. Дорогие югорчане, от сердца души сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Христос рождается. Славите Христа. Христос рождается. Христос рождается в Крещенский сочельник. День, предваряющий праздник Крещения Господня, который в этом году жители района встретят без традиционных погружений в прорубь. Было принято у нас решение всеобщее о том, что крещение все-таки на речке, можно сказать, его не будет, отменяет его. Но в храмах будет проходить богослужение, будет обязательно божественное бдение, божественная литургия. Ведь самое главное, что нам в этот день с вами нужно причаститься тех даров, которые Господь Бог даровал нам всем с вами для спасения нашей души и тела. Великий праздник Крещения пройдет 19 января. В Березово в храме Рождества Пресвятой Богородицы можно набрать и осветить воду. А по словам Ханты-Мансийского и Сургутского митрополита Павла, главная задача сейчас – сплотиться и сделать все, чтобы уберечь жителей округа от коронавируса. Яна Бурим, Роман Тигунов, АТВ Березово. Воспитатели и воспитанники детского сада «Олененок» села Саранпауль решили порадовать всех и подарить хорошее настроение новогодним видеоклипам. На песню «Расскажи, Снегурочка, где была» из мультфильма «Ну, погоди». Исполнение песни записывали заранее, а до этого родители разучивали слова и движения с солистами. Маленьким артистам Николаю Магарамову и Вакуевой Марии легко дались партии «Зайца» и «Волка». Кроме того, что дети должны хорошо подготовиться, для видеоряда требовалось найти яркие костюмы, о чем позаботились родители всех участников съемок. Ежедневно реализуя воспитательно-образовательный процесс на территории дошкольного учреждения, педагоги с помощью таких необычных мероприятий развивают в детях творческий потенциал. Способность к импровизации расширяет словарный запас. «Были, конечно, некоторые сложности, так как это маленькие дети. Сегодня у них есть настрой на работу, завтра у них нет. То есть это зависит от их настроения, от их возможностей, то есть стеснения, может быть, посторонних людей. Ну и, конечно же, каждый кадр нам пришлось немножко менять. Задумка была одна, а в результате, пока мы снимали, у нас очень много произошло изменений по нашему сценарию». В течение получаса поменялись артисты главных ролей, и за совсем небольшой промежуток времени исполнительница роли Деда Мороза, двухлетняя Валерия Козак, основательно вжилась в своего персонажа. А улыбчивый Денис Филиппов, впервые одевший костюм Снегурочки, безо всякого стеснения, хорошо сыграл сам и во время съемок всячески поддерживал маленькую напарницу. Тебе понравилось быть артистом? Да. Будешь еще участвовать? Да. Хочешь что-то пожелать всем на Новый год? Да. Я желаю в Новом Ногурске, чтобы снег был больше, чтобы настоящий Дед Мороз пришел с Негурочкой настоящей. Эту творческую работу наверняка с удовольствием посмотрят тысячи раз, ведь празднование Нового года – это прежде всего детские улыбки, которые больше всего так радуют нас. Ирина Будникова, авторское телевидение «Березова», Саран Пауль. 12 января в поселке Березово к рождественскому празднику в онлайн-формате прошла постановка спектакля «Снежная королева» театральной студии прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы «Благовест». Впервые было представлено масштабное выступление, записанное для онлайн-трансляции по оригинальному сценарию с элементами православия. Из сказки Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева», в котором было задействовано 30 человек. Каждый раз мы стараемся показать сказку, которая несет в себе воспитательный характер, созидательный, которая учит добру. Дети сами выбирают репертуар. В этом году дети выбрали очень сложную для постановки, очень объемную, очень многочисленную сказку «Снежная королева». Текст был взят из оригинала Ганса Христиана Андерсона, где как раз упоминается и молитва «Отче наш», которая читается Гердой, и козни дьявола, которым подвергаются все люди. Спектакль состоял из восьми сцен, в каждой из которых присутствовали различные красочные декорации, созданные своими руками. Для постановки такого спектакля вместе с реквизитом и необходимыми предметами для создания сказочной атмосферы было задействовано порядка 40 декораций, которые в момент выступления с трудом смогли уместиться за ширмой вместе с актерами. Эта сказка не только режиссирована под кукольный спектакль, она совместила в себе живую игру на сцене, которая несла в себе определенную мораль. Эта сказка с очень глубокой моралью, она рассказывает о том, что добро всегда побеждает зло, несмотря на то, что Снежная королева была и так сильно, вся ее свита, драконы, которые летали там, была невероятная мощь. Добро все равно победило. Обычная сказка, как бы сказать, ну просто интерес, а это, знаете, даже иногда слезу пускаешь, потому что это оригинал текста, именно Ганса Христиана Андерсона. Так как в советское время запретили показывать оригинал, мы подняли и все-таки сделали по оригинальному тексту, поэтому эмоции тут совершенно другие, как в сказке другой. В этом году театральная студия произвела большой набор новичков, а некоторым уже посчастливилось принять участие в Большом театре. Коллектив пополнился аж на 12 человек, и все они, несмотря на волнение, прекрасно справились с работой на сцене. Видишь, какая славненькая, жирненькая, жирненькая, что мой барашек. Ты будешь играть со мной, отдай мне свою муфту и шапочку, и будешь спать со мной в моей постельке. Не бойся, они тебя не убьют, пока я на тебя не растержусь. Сегодня театр состоит из 38 человек. Попасть в театральную группу – большая честь, ведь для этого нужно проделать большую работу. Посещая уроки театрального мастерства, уроки техники речи, работая в помощниках, а иногда помогать выстраивать декорации. И только потом, спустя время, появляется возможность стать декоратором и уже после кукловодом. Как можете видеть, это ворона. Ну, она, можно сказать, и безлидический персонаж, но на самом деле, конечно, в сказке нету какого-то главного героя. Конечно, можно сказать про Кая, про Герду, но в основном главный герой – это вся сказка, потому что нам нужно принести главную мысль. И вот ворона в какой-то мере помогает раскрыть нашу главную идею. Кар! Кар! Это вы! Это вы! Игрого масштаба удался на славу. Артисты порадовали зрителей не только профессионально поставленной театральной игрой, но и, конечно, настоящими калятками. А отснятую постановку можно будет посмотреть в социальных сетях и на официальном сайте Югорской епархии. Яна Бурим, Роман Тягунов, АТВ Березово. 15 января семья магазинов «Магнит» Нижнетагильского филиала отпраздновала пополнение. В Игриме прошло долгожданное открытие магазина. Он стал 222-м по счету. В центре городского поселения, в здании бывшего торгового центра 21 век, теперь расположились «Магнит-косметик» и продуктовый отдел. Компания «Магнит» – крупнейший ритейл в нашей стране, которому доверяют российские семьи. Мы хотим, наша цель – стать любимым магазином для каждой российской семьи. И сегодня мы начинаем дружить с вами, с семьями. Для вас мы приготовили сегодня оптимальное сочетание качества товара, ассортимента доступного и приятные цены. Почетное право открыть магазин в торжественной обстановке было предоставлено директору Нижнетагильского филиала Евгении Суботиной, заместителю главы городского поселения Игрим Елене Котовщиковой и депутату районной думы Сергею Войбородову. Долго мы ждали сюда захода сетевика, который придет в наш труднодоступный Березовский район. Это только начало его захода в Березовский район. Следующий этап у него, наверное, будет уже и в районный центр Березова. Я думаю, что сейчас сегодня жители поселка Игрим, но не только Игрим, но и Ванзитуры, они посетят этот магазин, ощутят разницу в ценовой политике, в ассортименте. Это все очень здорово и думаю, что только на пользу для наших жителей городского поселения Игрим этот уютный, светлый, просторный магазин. Символическая красная лента у входа торжественно разрезана, и в магазин уже спешат первые покупатели. Желающих пополнить свои запасы продуктов, косметики и бытовой химии оказалось немало. Посетителей ожидают скидки, широкий ассортимент товаров, а также подарки для первых покупателей. Отметим, что благодаря поддержке депутатов и членов партии «Единая Россия» магнит расположился в очень удобном месте – в просторном здании в центре Игрима. Планировка была полностью переделана, и теперь внутри расположены два просторных торговых зала. Мы способствовали в том, что проходили те мероприятия подготовительные здесь, выделение помещения, где расположился этот уникальный магазин. Очень долго искали это помещение, нашли, и депутаты поддержали это, чтобы быть именно в центре, в этом уникальном помещении. Представители общественности и жители Игрима в этот день разделили друг с другом радость. Теперь у игримчан есть более широкий выбор товаров в разных ценовых диапазонах. На ассортименты магнита и местных индивидуальных предпринимателей наверняка найдутся свои покупатели. Мы очень рады, что у нас сейчас есть такая большая сеть, магнит, как в городах. И, конечно, есть большие переживания у населения и у малых предпринимателей о том, что магазины могут закрыться. Но я думаю, что будет все хорошо, и любой предприниматель найдет своего покупателя. Ну а магнит принесет нам удовольствие от красоты, которую для нашего населения сделали. Ну и, конечно же, от цен. Я думаю, что будут хорошие скидки, и действительно в нашем угре будет много продуктов хорошего качества. Ну и я думаю, что все предприниматели останутся с покупателями. Не переживайте, дорогие игримчане. Вероника Камелькова, София Юнусова, Дмитрий Нетин, АТВ «Березово» и Гримм. Репортажи АТВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион». «Играет». «Ямал-регион»!